Господи! Всем крепкого здоровьяца! С вами Егор! И сегодня мы, как митингующие по площади, пройдемся по пяти основным аспектам пользы компьютерных игр для вашего головного мозга. Первое. Вы увеличиваете быстроту своей реакции. Играя, например, в шутеры, вы видите, что там стоит игрок, там стоит игрок, и вам нужно быстро сориентироваться. У вас есть пять секунд всего для того, чтобы сориентироваться. На кого-то надо напасть, на кого-то надо защититься. Но вы все-таки прокачаете свою быстроту реакции. Короче... Второе. Кругозор. Каждая отдельная игра — это отдельная вселенная. И в каждой отдельной вселенной есть свои какие-то фишечки. Вы их улавливаете и потом применяете на практике в реальной жизни. Третье. Господи, почему я в камеру не посмотрю? Третье. Вы улучшаете свою память. Даже играя не в какие-нибудь головоломки, а просто в квестовые игры, вы запоминаете, ага, к этому чуваку мне нужно подойти для того, чтобы сдать задание, к тому чуваку мне нужно подойти, чтобы просто с ним поговорить. К третьему вы подходите для того, чтобы с ним подраться. И в итоге вы улучшаете свою память. Вы запоминаете. Ага, мне нужно было сделать то-то, то-то, то-то. И вы тем самым даете мощный импульс для развития вашей памяти. Четвертое. В компьютерных играх как-никак присутствует какой-то язык. Либо русский, либо иностранный. И тем самым вы увеличиваете свою орфографию. Когда вы видите то, что какие-то слова вам попадаются, вы видите, ага, корова. Корова пишется через О. Все. Написали корову через О, вы запомнили. Вы ее увидели сто пятьсот раз. И в итоге вы запомнили то, что корова, да, именно корова пишется через букву О. Пятое. Вы улучшаете концентрацию внимания. В современном мире очень важно фокусироваться на какой-то одной вещи. И компьютерные игры будут для вас помощником. Ну что ж, подведем итоги пяти полезных свойств компьютерных игр. Первое. Вы увеличиваете быстроту реакции. Второе. Вы становитесь более эрудированным. Третье. Вы улучшаете свою память. Четвертое. Вы поглощаете все богатства русского языка и становитесь более орфографированными. Есть такое вообще у нас? Предлагательное. Ну, наверное, да. Вы становитесь более орфографированным. Пятое. И последнее. Вы учитесь концентрировать свое внимание. А о том, какие еще способы концентрирования внимания у нас бывают, смотрите в следующем видео. С вами был Егор. До новых встреч.